Говорят очень часто, что школы и вузы потерпевают кризис. Это на самом деле так. Но надо разобраться, что является причиной основного такого кризиса. Иногда думают, что школа это некое место, где детей собирают для того, чтобы их учить. Это совершенно неправда. Школа на самом деле это такое место, где я собираю детей, как в тюрьму или как в лагерь, для того, чтобы они были под присмотром. Родители работают. Это утилизационная тема у тебя? Да. Они сидят в этом месте, под присмотром, занимаются, может быть, чем-то другим полезным. Проблема этой системы состоит в том, что в последнее время она все чаще и чаще вступает в противоречие с целями образования. На каком примере я могу это дело описать? Мне вот только что удалось провести легкое исследование по социальной и психологии. Она состоит, что я попытался выяснить, как устроена иерархия у мальчиков и девочек в средней школе города Ахангельска. На каком авторитете, как у них зарабатывается так называемая популярность или авторитет. Ну, про девочек это тоже очень интересно. Почему у них настолько жесткая иерархия в себя выстраивается? У мальчика это не так. Когда у каждой девочки ее место твердо закреплено, есть 5-6 откровенно описанных этапов. То есть есть две ведущие альфа-девочки, девочки, две подчиненных и тому, тому, тому подобное. Я насчитал таких уровней, по большому, жестких 5 штук. По моему школьному... Извините, прайд есть прайд? Нет, не прайд, это же хуже. Прайд, все-таки, львицы приблизительно друг другу равны все. Они в основном все стали. И они равны. Там есть, конечно, ведущая львица. А у них очень жесткая иерархия. Я себя опять вспоминаю в эти же годы. Там тоже было именно у девочек жесткая иерархия. Но у них построено очень интересно, что эта жесткая иерархия девочек не сопровождается такой жесткой иерархией мальчиков. У нее не у мальчиков тоже иерархия есть. Я спрашиваю, как кто? По каким основаниям эта иерархическая система функционирует? А спрашиваю, а как там? Ну, у девочек, типа, говорилось, у них, например, если кто-то умнее, хотя интеллект не является, и в высокие оценки единственным критерием высокого статуса, но, тем не менее, если ты хоть как-то что-то соображаешь, то однозначно ты худшей девочкой класса не станешь. В число четырех парьев ты не войдешь. У мальчиков все наоборот. У мальчиков, чем мальчик отмороженее, чем он глупее, тем его иерархия в школе десятилеток выше. Но это неправда, на самом деле. Я говорю тебе по конкретному факту. По конкретному факту. У них доминировал мальчик, который до сих пор читает по слоганам. А это десять лет. Просто у мальчиков как раз иеркшачье значение имеет физическую силу. А если вдруг окажется, что умный человек, он одновременно и физически сильный. Я начал разбираться в этой ситуации подробнее. И получилось скорее не в том, что он каким-то образом глупеет. Оказалось, связано не тем, что он просто глупый, что как-то еще. Это само по себе глупость не дает высокого положения в детском обществе. А является следствием того обстоятельства, что главным, противоречим любой вот такой зональной структуре, это стоит отношение с охранниками. Учитель в школе, в первую очередь, это охранник, которому получают детей для того, чтобы они отсидели свой срок за партами перед ними. И он их сторожит. Вот таким образом. И как и на любой зоне, взаимоотношения детей с охранниками, то есть вот с этими, с миров, с миров, кумов, так называемые, являются важными. А при том, на роду, отмороженность, умение дать, как мне кажется, достойный ответ учителю, ну просто такое хулиганство, в этой, в иерархии зональной, в иерархии зоны, по сути, это детской ситуации, она и оказывается существенным. Тупой, физически сильный мальчик, который дерзкий, самое главное, он заведомо пользуется авторитетом там, ровно по тем самым причинам, по каким аналогичный человек пользуется авторитетом на зоне. Ну потому что главным противоречием это не тем, что там имя чему-то учится, а тем, что ему дают 11 лет не особо сурового режима, и они в этом деле сидят. Как-то вот это в этом быть. То есть, значит, если девочки, они с охранным персонажем, то есть со сторожами своими, которые их охраняют, и сторожат, которые им приказывают, держатся на таком более-менее нейтральном фоне, то восхищение вызывает дерзкий молодой человек, который входит с этими охранниками, то есть сторожами и учителями, в жесткий конфликт. Приводит это к чрезвычайно интересным следствиям. Но вы же знаете, что капитан американской футбольной команды школьной встречается всегда с капитаном группы поддержки девочек. Вот это такой закон. То есть обе иерархические системы, они на верховую, они сплетаются в одно целое. Потому что здесь закон успеха действует. Да. Здесь точно так же получается активная девочка, то есть альфа-девочка, встречается с альфа-мальчиком. Но прикол состоит, что, как правило, альфа-мальчик читает по слоганам. На фоне всех остальных. И это приводит к определенного рода... А в американском футбол играют эти капитаны, думаешь, не читают по слоганам? Фильм-то внимательно смотрят? Не обязательно. Они могут и не читать по слоганам. Как правило, они там просто тоже такие туповатые. Туповатые, да. Только обычно туповатый второй. Первый, на самом деле, он красивый. Он туповатый, но он трясетый. Да, я их спрашивал. А второй совсем уже. А что говорить, красивый был, типа того, чтобы еще важно. Вот как там, между собой, красивые, сильные и тупые, да. Я приставал к девочкам и спрашивал у них, как у них эта ситуация, ну, целый социальный опрос проводил. Проблема состоит, что подобного рода представления об аверхии школа транслирует на всю нашу окружающую жизнь. И в самом деле, легко понять такую ситуацию. А в Америке это не так? И в Америке так же. А почему? Я же не говорю тебе специально о России или о русских. Нет, то есть... А в хангельскую школу начал, как будто бы она как-то особая школа. Потому что я провел исследование свое личное, именно по хангельской школе. Я в этой школе учился 30 лет назад, посмотрите. Ну, фильм это одно, а конкретный материал, который у меня был под рукой, это другое. В фильме все-таки есть фильм. А здесь конкретный просто материал, с которым я работаю. В чем возникает большое у нас желание? Чтобы школа, во-первых, немножко учила. У меня только что был пример достаточно успешного занятия с ребенком, который 4 месяца назад думал, что синус х квадрат, и все равно, что синус квадрат х. Представляете себе? Е в шестой минус Е в квадрате равно Е в четвертой. Вот только что на ЕГЭ набрал 60 баллов. Это тоже не очень много, но за той стороны могу сказать, что 70 баллов набирает только порядка 3% учеников. То есть в течение, то есть он 11-10,5 лет в школе страдал фигмином. Потому что вы понимаете, да, Е в шестой минус Е в квадрате равно Е в четвертой. Это же как же надо было выучиться. А новой математикой что-то пришло? Все эти годы. Вот, то есть вот такие вещи. Оказывается, что нормального ребенка, работая с ним индивидуально, можно подготовить на весьма высокий балл. А знаете почему? Потому что у меня есть два знакомых, мальчика и девочка. В прошлом году писали ЕГЭ по математике. И позапрошлым году писали ЕГЭ по математике. Они выпускники нашей же школы. То есть сейчас это академическая гимназия называется. У одного было 65, у него 63 баллов, у девочки 65. Девочка училась в этой ФМШ-школе, как раз на Северском острове, 4 года. Мы что видим? Мы видим, что человек, который был до 6-й минус Е, Е в квадрате равно Е в четвертой, в течение 4-х месяцев занятий, потом фактически самостоятельно занимался, можно подготовить практически до уровня выпускника, победителя Олимпиад, из одной из, как считается, лучших школ страны. Это очень интересно. Мы видим на этом фоне. Еще раз говорю, в смысле, в временном промежутке, это какой-то короткий промежуток. Это почему говорит о качестве преподавателя? Нет, это говорит не о качестве преподавателя, это говорит о том, что сама школа сама по себе, помимо того, что детей просто стряножат и держат в классах за партами, она еще очень неэффективно дает им знания. А у нас уже неэффективно. Ну, люди, вот физма-школа всю жизнь, отличники, пишут ЕГЭ на вот такой маленький бал, как мальчик, который учился то в Альдовской школе, то вообще не учился, то еще чего-то, пишут практически на такой же бал, как они. Уже первый не в школе, а в ЕГЭ. Почему? ЕГЭ хороший экзамен, мне очень понравился. Хороший? Конечно. ЕГЭ, особенно по математике, он очень объективно позволяет оценить знания, к нему реально нужно готовиться, там есть куча интересных задач. Хороший экзамен. В чем проблема ЕГЭ? Проблема ЕГЭ то, что на протяжении 70-80-90-х, 2000-х годов учителя школы, все меньшинственные судьбы и учителями, все больше охранниками. У школы ее образовательная функция адмирала. А школа не очень хорошая. Какая? Ну, школа сама по себе не очень хорошая. Школа как институт, не как институт общества. Мы видим... Конкретная школа, вот эта, сегодняшняя, Новосибирскому острову. Ну, один Новосибирск, второй Петергофе. Плохая школа, плохая. Нет, не думаешь. Она не готовит к ЕГЭ. Подождите. При этом у нее по Петербургу третий балл ЕГЭ. При ЕГЭ садись еще. Мы имеем в виду, что в школе есть две функции, воспитательная и образовательная. И что воспитательная функция, она начинает превалировать над образовательной. Охранительная, да. Но не воспалительная, просто все становится. Ну, воспитательная, это и есть воспитательная. Ну, воспитательная, ну, можно сказать, что она в зоне людей воспитывает. Не знаю, как слово зону, как по это... 62 баллов, это третье место. Нет, средний балл у акнеемической гимназии по городу, он на третьем месте находится. По ЕГЭ в Петербурге. Давайте концептуализация. Так что мы... На первом месте 39-го, потом... Что Игорь хочет сказать? Давайте как бы просто проанализируем. Игорь хочет сказать, что вот и в любой школе, и в спокойном времени всегда было две функции. Первая функция, это как бы образовательная, естественная функция, дать человеку знание. Вторая функция, воспитательную. Воспитать гражданину общества, дать ему понятие, что может, что нельзя, что такое добро. Я хочу сказать не то. Нет, подожди, я просто хочу понять тебе, да. И получается так, что образовательная функция сходит на нет. Она как бы и не нужна никому, видимо, да, и самому человеку, который учится. А воспитательная функция начинает превалировать, превалировать, и становится вообще главным. Да. Я хочу сказать, что никакой воспитательной функции, как именно воспитание, она не несет. А несет она такое, что дети, родители ушли на работу. Дети должны быть заняты. Они должны быть проводить при присмотре какое-то количество времени где-то. И вот они. Их там не важно, чем воспитывают. Их там ничего не воспитывают. Просто они заняты. Они получили свой срок. Их приковывают практически наручниками к партии. Они там сидят. То, что там происходит в доске, что-то учится, это совершенно не важно. Вот углажено это то, что они, детишки, должны быть отсидеть. Идя, тебе не странно, что у тебя все превращается в утилизационную функцию? Почему утилизационную? Ну, у тебя как бы, ну, так получается, у тебя школа утилизирует, институт утилизирует. И после института люди занимаются и тоже утилизируют. Да, да, да. Человек вообще, в принципе, что-ли, утилищный? Да, да, да. Ну, так же анализация? Подожди, недавно попала статья, уже не помню, у кого. Какого человека он обсуждал, зачем нам нужны слабые вузы? Его ответ, значит, он говорит, что человек, который заканчивает школу, у него есть три пути. Как что с ним сделать? Это, во-первых, отправить его в армию, во-вторых, посадить его в тюрьму, и третье, отправить в слабый вуз. Вот слабый вуз, он тоже опирует, он нельзя, потому что лучше, чтобы он будет сидеть в слабом вузе, за партой, где-то еще 5 или 6 лет, чем будет служить в армии и учиться, и сидеть в тюрьме. Давай как бы так скажем, вот есть понятие социализации. Во все времена она существовала, там, какие-то самые примитивные племена, у них тоже есть какой-то обряд, там, понимаешь, посвящение мужчины и так далее. Как будто в смысле школа, да, там, это и есть та самая функция социализации. Я с этого, с этого... Она постепенная. Да, я с этого начал, оказывается, что функция социализации у школ часто носит отрицательный характер. Вот я провел это маленькое исследование над учениками 10 лет одной из архангельских школ, и вижу, что у них происходит продуцирование авторитета на основании тех людей, которые жестко противопоставят архангелькам, то есть учреждениям. Что я говорю, это не везде так. И получается, что подобного рода отношения, оно продуцируется потом в готовую жизнь. Мы от этого имеем большое количество проблем. Я могу сказать, что в Советском Союзе, на самом деле, была такая тенденция, как-то так, страна была похожа на огромную тюрьму, и поэтому вот как бы тюремные нравы, да, как бы, они переходили и в обычную жизнь, да. У нас были такие понятия, как стукач, там были, да, 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 все так. Мне в детстве, допустим, учили, там, ребята постарше говорили, что все мы, все когда-нибудь должны отсидеть, и что мы вот уже сейчас должны готовиться, как все вести в тюрьме, там, что вот как все, ну, в принципе, к каким-то таким вещам. Я вот в детстве это буквально брал за чистую монету, что это так и должно быть, я такой, потом понял, что это не так. Но из этого дела глобально было бы, по-моему, нельзя. Нет, я-то полагаю, что это не является следствием того, что Советский Союз был большой тюрьмой. 20 лет с того времени уже пошло, даже больше, уже 22 года. Я что, вообще, как-то, мне это странно. 22 года, и авторитеты, и отношения там те же самые. Связано с тем, что по-прежнему функция выполняет школу присматривания на детьми, чтобы они не шатались по улицам, не занимались своими вопросами, а сидели прикованным партом. Это ее главная функция, которая, пока не появилась ЕГЭ, превратилась вообще в единственную. Я согласен с тобой, что, можно говорить, немножко воспитательной, но эта функция будет совершенно невоспитательной, а даже, скорее, антивоспитательной функцией. Нет, это функция того, чтобы занять молодежь, такая функция действительно существует. Но она не превалирует. Превалирует. А я вот так говорю, что эта функция в школе превалирует. И если бы она превалировала, то тогда бы ты был прав, действительно, что образование вообще не должно. Если образование есть только способ убить свободное время детей, какими-нибудь путем, меньшего зла, да, вот как бы так отпустишь на улицу, они пойдут воровать, убивать и дрезать, а так вроде где-то там привязаны. Да, 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 ты совершенно правильно высказал то, что я хочу сказать. Вот именно так оно обстоит. Но я просто не согласен. Главная функция современной школы состоит, чтобы убить свободное время детей. Хорошо. А теперь возьмем не школу, возьмем просто общество наше современное, да? Это можно ли считать, на самом деле, что как бы вот политика, там, да, вот какие-то такие разговоры, там, заняты, вот наш семинар и прочие вот такие посиделки, это тоже время убить. Нет, нельзя. Только нужно убить время. Нельзя. Нет, ну там утилизация, здесь утилизация. Как у тебя они отличаются? Кто-то, ну, можно сказать, что тоже утилизация, утилизация в одно время. Ну, как-то одна утилизация, а другую как отличается? У тебя получается, смотри, жизнь человеческая, это есть сплошная утилизация. Нет, если бы она еще обучала при этом хоть немножечко, так она же не обучает. Она же не обучает. Ну, я же повторяю, вот... Любая школа не обучает или современная? Как бы нельзя обучить кого, кто не хочет учиться. Неправда, неправда. То есть, сделай так, что ему будет интересно учиться. А пока она у него, главное, у него, они же очень чувствительные детишки к их, как они сейчас говорят, популярности. Пока у тебя противопостояние с учителями, то есть с охранниками, является для них важным, у них невыполненный урок идет за подвиг. Нет, давай как бы поймем, почему есть противостояние. Это не связано конкретно с, как ты говоришь, с охранниками. Это связано просто с молодежным дерзновением и смелостью. Это один из способов заявить о себе, понимаешь? А если ты вспомнишь, есть такое понятие, называется, как-то, юношеское отрицание, там, любого, кто, каждый человек, а, юношеский нигилизм. Просто этот нигилизм также в школе проявляется, я тут ничего особенного не вижу. Просто человек пытается стать самим собой, он хочет доказать другим, что вот он такой вот самобытный, да, он личность, вот имеет право решать, имеет право как-то поступать. И мне кажется, что этот юношеский нигилизм проявляется, в частности, в школе, в этом ничего особенного. Твой юношеский максимализм? Нет, максимализм это дальше пойдет. Нигилизм не объясняет. Как не объясняет? Он легко объясняет, отсюда и противостояние. Он не объясняет моду на дебильность. Он не объясняет моду на дебильность. Нет, моду на дебильность, на самом деле, опять же, это, вот, например, если взять американскую... Я, послушаю, что я в школу опять вспоминаю. Я вспоминаю, что моду на дебильность была. Вот я фильмы много смотрел, я специально американские фильмы смотрел, чтобы понять американцев. Именно очень много фильмов смотрел по всякой колледже, школе и так далее. У них всегда главная тема всех этих фильмов состоит в том, что несмотря на то, что популярные парни были капитан команды, а в женском станке самая красивая девушка, всегда есть мораль, которая состоит в том, что становятся успешными и социализированные вот эти вторые ботаники. Всегда так, почти всегда. Как правило, каждый фильм показывает, что ребята не стремитесь, мораль такая подспудная, не стремитесь к этой успешности, потому что фактически потом выиграют вот эти самые незаметные вторые роля. Александра, что культура и практика находятся в состоянии дополнительности. Нет, просто факт состоит в том, что несмотря даже на эти фильмы, там люди-то прозревают, что школа отличается от того, что потом существует в обществе. Что ты говоришь, что модель школы переносится на модель общества. Это не так. Да, переносится. Это не так. То есть, на самом деле, полезно любому индивиду приспособиться к какому-то коллективу, в котором он находится. Если в этом коллективе превалируют какие-то простейшие способы успешности, да, там, красив, там, силен, там, не знаю, там, капитан команды и прочее, да, там, то надо умудриться приспособиться к этой школе, понимаешь? Но в жизни приходит, надо будет приспособиться к другим системам, которые намного сложнее. То есть, человек должен научиться приспособиться к любой системе. Если он научится приспособиться к системам простым, как школа, то он научится приспособиться к их более сложным системам. Это не нужно к этой системе вообще приспособиться. Это просто способ социализации, опять же. Это не опытно социализации, а нам нафиг вообще нужна сдалась. Но это странно, как ты хочешь, чтобы ребенок шагнул в взрослую жизнь, я не понимаю. Сразу станет взрослым, он должен научиться общаться с девочками, он должен научиться общаться с популярными персонажами, с изгоями, как-то к ним научиться относиться. Я рассеяю иногда твою точку зрения, что каждый должен сидеть в херме, но на самом деле немножко не так. Такая точка бывает, что каждый должен сидеть в херме и должен быть в школе. Это не моя точка зрения, а мне это... Вот и получается, каждый должен заработать свой опыт на своем... Каждый должен выстрадать опыт. Вот так. Ты этот опыт обходится очень, этот опыт. А что делать? Другого пути, и цивилизация не придумала, каким образом другую жизнь человеку ввести. Я предлагаю обсудить, что мы... А подожди, а вот Митрофанушка, известный русский персонаж, вот тот самый парень, который в школу не ходил, он сидел, мамину титьку сосал. Да, и все... Не хочу учиться, хочу жениться. Все, кто в школу не ходил, они все Митрофанушки, это да. Нет, нет, факт состоит в том, что... Ну вот социализация сегодня прошел и привык к тому, что все на готовое. Пойми, ну вот очень долго обходится, совершенно нет никакого... Для того, чтобы на самом деле критиковать какую-то одну систему социализации, надо показывать какую-то, что есть другая возможность. Она другая ваша жизнь. А как вот, как ребенку шагнуть во взрослую жизнь? Расскажи, как это должно быть? Мне интересует, как поступить так, чтобы ребенку шагнуть во взрослую жизнь. Ну, есть такая понятная, социальная роль. То есть ту роль, которую человек должен в обществе уметь играть. Как известно, в вузы они не воспитывают уже. Но в вузе можно заниматься только самовоспитанием уже. В вузы именно, что учат уже, так сказать, определившихся людей. С другой стороны, школа, она, вообще образовательная школа, она как бы тоже занимается образованием и воспитанием. Причем воспитательная функция, она считается одной из главных. То есть воспитательная функция школы для подготовки именно к жизни и к собственному. Для выполнения каких-то социальных ролей. Это то, что я говорю, социализация. Но спрашивается, можно ли воспитывать человека просто так, просто как человек. Я вспоминаю свои времена, и у меня было совершенно четкое впечатление, что нас учили и воспитывали как физиков или как математика. Нас именно воспитывали. По моим представлениям, вот в ПТУ ребят воспитывали как будущих рабочих. И учили как техников, специалистов технического уровня и воспитывали их также. Вот. И тогда воспитание, ну естественно, вот роль физика. Вот меня и воспитывали как физика. Совершенно четко. А другие было заметно отличается, они примеряли на себя роль математика. И тогда понятно, что воспитание и образование, они выполняли, работали на одно. Потом человек выходил, скажем, из школы, в жизнь. Ну, может быть, ему эта роль оказывалась ни к чему, но он уже научился какую-то роль играть. А вот сейчас, как я слышу, да, из сказанного, что школа, в общем-то, не воспитывает. Да. То есть не в этом ее функция. В этом ее функция в убийстве свободного времени детей. И я сказал, тут тоже плохое. Да, главный функция это убийство свободного времени детей. Все остальные функции подавлены. Так, может быть, выход в том, чтобы вернуться вот некой специализацией школы? Ну, специализация у них есть. Более ранняя. Вот она почему-то, эту штуку, это не перестает от этого играть. Сейчас то, что я слышу, вот эта элитная школа, эта элитная школа. А, собственно, специализация вот так вот. Нет, теперь укажем специализацию. Мой племянник, он в верхнем классе учился, про которого я рассказал. Я-то считаю, что в школе образование это как раз не самое главное. Хотя, конечно же, надо развивать способности человека. Самое главное – это воспитать человека, готового жить в обществе. То есть все-таки надо понимать, что жизнь у нас… Да, поэтому он должен отсидеть в фирме, да. Ну, я говорю, твоя метафора тюрьмы, она не совсем уместна. Все-таки большая разница между тюрьмой и школой. Ну, это есть, разница есть. Разница есть. Надо определенного рода как-то пострадать. Просто они… Выстрадать некого рода оба. Да, но рабы-то там, конечно, гораздо мягче, чем в тюрьме. Но, тем не менее, суть-то одна и та же. Потому что, если вы говорите вот про образование, да. Зачем тогда в школе так много предметов преподавать? Ну, допустим, вы хотите заниматься физикой, вам география там, биология, так, по большому-то счету, там, литература и многие другие предметы не нужны. Для того, чтобы готовить всесторонне развитого… Правильно. Поэтому я говорю, что вопрос идет не об образовании фактически, а о воспитании и социализации личности. Дают ему кругозорники, да, чтобы он потом уже на основе этого кругозора мог в какой-то реальной взрослой жизни как-то сориентироваться и выбрать поприще. Ну, то есть, ты все по-прежнему говоришь… Нет, но я пытаюсь оппонировать именно с той позиции, на самом деле, что есть у школы некая классическая функция, да. Которая состоит в том, чтобы давать социализацию… Какая-то позиция есть. Е и Г в этом и состоит. Чтобы научить, заставить школы, как выработать у них какой-то объективный критерий, и заставлять их, помимо убийства свободного времени детей, еще чему-то учить. Нет, еще раз говорю. Дело в школе, я же говорю, по моим понятиям главное не обучение, а главное – социализация. Ну, хорошо. Я упреждаю, что социализация бескомплектной роли – это невозможно. Понятно. Ну, поймите, что такое… Воспитывать человека вообще. Что значит физика? Вот офицер, вот есть училище, все пошел, вот тебя воспитывают, как офицер. Хорошо, а вы отучились и чувствуете, что это не ваше? И что теперь делать? Жизнь не состояла, что ли? Под лечью умереть? Ну, уже одну роль отыграл, что называется. Уже освоил, значит, ради Бога. Не, я просто считаю… Я просто считаю, что личность – это все-таки универсальная вещь, да? И, как бы, она… Без сомнения. Она имеет право выбрать себя, а не так, что, например, родители почему-то считают, что ребенок должен быть музыкантом, да? И вот ребенок должен рубиться просто, да, там, и заниматься музыкальной школой. А может быть, просто надо ребенку дать возможность как-то вырасти, и он сам выберет? Что ему интересно? Ну, просто каждый отдельный преподаватель, думаю, стремится заинтересовать своим предметом, как и всего. Я вот сейчас читаю человека, который возглавляет подготовку экзаменов к ЕГЭ. У тебя все почему-то к экзаменам свелось? Экзамен здесь вообще ни при чем. Нет, почему? Так просто ни при чем. Я его читаю. С удивлением узнаю, что 10-й класс, он сильный математик очень, 10-й класс со школы, он просто не учился совсем. У него болел позвоночник, и он в школу не ходил. Правда, он сейчас в домах и ходит с детишками в Швейцарии в походы. Со своими. Теперь он не стал дороже сходить в поход, чем в Швейцарии в Вайбе. Это вот, такая вот вещь. Просто есть большое подозрение, что школа как институт и система высшего образования порочна сама по себе. Надо искать какие-то другие формы. Ведь есть большая трагедия в том, что пик человеческих умственных способностей наступает 20-21 год. Если математик 20-21 год ничего не сделал, то он дальше ничего не сделал. Я думаю, по-разному, действительно, это разно. Ну а где ты видел исключение? В философии, например. А в моем считается 50-м. Что ты хочешь? А какие? Пантрягин, допустим. Ничего. Он был очень сильным математиком с детства. С детства? Ну как бы, ну, в смысле, основные достижения. Все-таки он сделал это с 21-го года, правильно? Если вот он с физиками не так, потому что физика требует большого количества просто образования. Вот с математиками, как с шахматистами, 20-21 год. Все. Пик, дальше посмотрим. Еще раз интересно. Меня всегда поражает, ребята, что вы хотите видеть человека, а не полу роду функцию. Вот почему-то вы должны выразить математику. А он не математика, а не математика. Ну не будет он математика, нам это не важно. Не важно. И самое главное, ты не должен отнять у него свободное время, когда он выходит на максимум своих физических. Хорошо. А вы никогда не задумывались, что для того, чтобы спортсмен, да, юный спортсмен в 16 лет стал олимпийским чемпионом, он должен с трех лет там уже изгибаться, там, учиться, там, ломать себе, там, позвоночник. Да. Вы никогда не задумывались об этом? С трех лет. Не с какие там, это 21 год-то. Ну. И давно уже, это же скандальная вещь, в принципе, что наш спорт, это высоких достижений, требует фактически, и это изуродовать ребенка, да, вот с самого раннего детства. Вот ты о другом говорила. Это, это, он все детство мучается, да, и это, я не знаю, можно ли считать, что потом… Вот он занимает… Как это другое? Занимается и делом только другая. Специально, он специально делом занимается. Обратите внимание, он делает не в рамках школы, то он делается самостоятельно отдельно. Если вдуматься, нам, на самом деле, обществу не нужны никакие отдельные математики, физики и так далее. Обществу нужны граждане. Не нужны, но ты не можешь тупо брать, убивать детей в свободное время, чем школа только занимает. В то время, как их можно просто было бы подготовить. Да, в то время, как можно было бы у них отнять детство. Очень здорово. Да. Да, и сделать из них функции, а потом в конце жизни человек просто… Он бы к 15-16 годам, даже при таком примитивном упражнении, он был бы совсем другой человек. Ты знаешь, что хороший математик – это шизофреник, как правило? Тебе это никогда не входило? Аутист, шизофреник, асоциальный тип? Ну, как правило? Это пример. Математика – это пример. Это как пример. Но ты хочешь сделать из человека коллег. Ты пойми, что ты не можешь убивать их в свободное время, в то время, как их, например, можно попытаться учить. А не попытаться людей поучить. Не просто убивать их время, а поучить еще при этом. Я же не говорю, что как могут, так и учат. Как могут, так и учат. Ты уже забываешь восказательную роль. Хорошо, вот ты собрал шизофреников в класс математический. Ты их воспитываешь математиком, но членом общества. То есть, научаешь шизофреникам функционировать в обществе. Ты их воспитываешь, как математикам. Если мы воспитываем их как людей, то кончается те-то тем, что математик перестает быть математиком. А становится философом, бизнесменом, кем угодно, но не математиком. Хорошо. Точно так же, как мы, допустим. Вот Игорь. Игорь – физик, я физик, вот сидит физик. И у нас тут физиков, наверное, человек пять, наверное. И что? И все занимаются… Есть математик, там тоже, кандидат наук. Я не типичный пример. И все наше поколение занимается не тем, чем училось. Потому что точно так же мы усили плода вот этого свободного, да? И сразу поняли, что мы не хотим быть функцией, а хотим быть универсальными. Ну ладно, ты не о том. Я такого себя, кстати, не понимал. Почему быть функцией? Ты не о том. Почему быть специалистом – это занимать функцией? Ты не о том. Да не важно. Его математики можно было подготовить очень быстро и эффективно за несколько месяцев. А он просто там торчал в этой школе 10 или 11 лет. А дело у него, чтобы на него унести, нескольких месяцев. И зачем? Потому что просто его убить в свободное время. Нет, чтобы социализировать человека, ведь ему надо много времени. А чтобы его образовать, надо мало. Нет, я с тобой согласен. Можно сразу же давать людям реальный срок колонии для малолетних. Просто социализация. Два года дал и все. Нет, есть же понятие бездомные. Как это называется? Дети беспризорные. Они убегают, и вот они социализируются. Ты хочешь свободно совершенно на Ниве там. И они уже действительно становятся и преступниками, и наркоманами. И вообще жизнь не коротка. Жизнь не удалась зато. Да, нет. Ну вот твоя другая социализация. Как с этой ситуацией быть? Что когда у тебя функция убийства свободного времени в школе… Убийство свободного времени у взрослых. Не так что ли? Телевизор, там, не знаю, видео, там… Что там еще у нас там есть? Много там… Ночные бары, там, и прочее. Ну как не так же? Мы, на самом деле, если вдуматься, все человечество в целом, только и занимаемся тем, как ищем способы максимально с удовольствием убить время. Причем даже самые умные, да, компьютерные… Игорь еще я забуду сказать. Да. И прочее. Это же, на самом деле, человеческое, это не касается инкретно детей. Это человеческое. Человек, в принципе, рожден для того, чтобы убить свое время. Потому что это… А потому что свободно и ответственно распорядиться своим временем – это очень сложная вещь, да. Этому надо думать, этому надо как бы рассчитать, составить план там, проект какой-то там, и его воплощать. Это требует много усилий. Просто, конечно, это действительно какая-то реальная система образования. То есть, не то, что даже система образования, принципы, какие-то другие, видимо. Потому что, ну, образование очень часто свалилось к тому, что человек, допустим, должен там пересказать параграф из учебника. Ну, это уже маразм. Должны, во-первых, действительно, там, олимпиадное движение должно быть, так сказать, там, развиваться. Должно развиваться, там, какие-то, там, не знаю, спортивные мероприятия и тому подобное. То есть, людьми словами, давать возможность каждому, каждому, так сказать, у каждого уже есть какой-то в чем-то талант проявить, так сказать, его. И не просто проявить, а чтобы это проявление таланта стало общественно признанным. Да, если талант у тебя там, это, кожа на ревне его соседает. Ну, если у тебя такой талант, значит, это твои проблемы. Нет, я условно говорю. Нет, ты просто говоришь интересные вещи. Вот вы, я говорю про социализацию. Это означает, на самом деле, что в тебе, а в любом из людей, есть, в том числе, и асоциальные какие-то наклонности. Ну что? Так они... Социализация... Нет, социализация состоит в том, что тебе показывают, какое поведение допустимо, какое приветствуется, какое вознаграждается и так далее. И какое поведение... По моим словам я не очень понимаю. Нет, давайте развивать одно, другое, третье, там, специальный класс для Чикатило. Зачем? Ну как? Это тоже развить. Я не говорил никакой про специальный класс. Это что-то вообще ни к силу не будет. Ну ты говоришь, давайте развивать, на самом деле. Ага, я говорю, что развивать это одновременно и отрезать. Понимаешь? Что отрезать? Ну то, что как бы непригодно. То, что как бы... Это само по себе отомрет. Это не отмирать само по себе. Если пусти все на самотек, человечество скатывается к примитивному способу. Почему на самотек? То сильнее, то ты прав. Почему на самотек? Ты же такое предлагал, что ли? Я что-то не понял. Ты предлагал развивать способности. Я тебе говорю, способности бывают разные. Если ты скажешь развивать определенные способности, так это и есть то, что называется социализация. Ну, естественно, способности разумные. Способности, так сказать, к учебе, то есть способности к физическим занятиям и тому подобное. Это и называется социализация. Поэтому важно здесь не развитие личности, что вторичное, а социализация. Помочь ребенку понять на самом деле, что приемлемо, что неприемлемо, как устроено общество, как оно вознаграждает, как оно наказывает и прочее. И должно это быть не на уровне того, что папа сказал или мама сказала, а на уровне того, что сам ребенок на своей шкуре, при общении со своими сверстниками, в свободном плавании должен это почувствовать и понять. И будут вознаграждать за достижения в конкретных предметах? Ну так их все так и устроено. Не совсем. Как не совсем? Все так и есть, и олимпиады, все это есть. Просто это не главное, а главное совсем другое. Главное – социализация. А что на практике-то, в чем это выражается? Просто на практике это выражается в том, что наш мир так устроен сложно. Ты не понял, в практике обучения, воспитания детей, как это все происходит? Дети сидят в одной группе какой-то, да, я вижу с собой это, и взрослые наблюдают, как они взаимоотносятся с друг другом. Ни фига они не наблюдают. Ну как не наблюдают? Для этого и существует воспитание. Они, может, и наблюдают, но никак не гравитируют это. Ладно, это пустой разговор. Один приводит частный какой-то пример, и потом распространяют его как всеобщий. А другой, а ты сейчас не будешь доказывать, что наблюдает или не наблюдает. Ну, функция школы состоит в том, чтобы воспитать человека. Как она не наблюдает, значит, не воспитывает. Не воспитывает, просто убивает свободное время, не обучает. Ну, это Игорь еще раз говорю. Побивает свободное время. Это, мне кажется, преувеличение. Это его главная функция. Наверное, какие-то там… По крайней мере, учителя… То, что Игорь говорил, там… Это обобщение… Какие-то отношения между этими, там, иерархия, так сказать, в их среде. Учителя в это не вмешиваются никак. Никак не вмешиваются. Есть иерархия, в которую они не вмешиваются, потому что она социально приемлемая. А есть иерархия, в которой они вмешиваются. Почему нет? Разные ситуации. Как можно здесь говорить абстрактно-то? Ну, то есть, нет предложений, да? Что делать? Еще раз говорю, я не вижу здесь проблемы. Я вообще считаю, что самое консервативное, что должно быть в обществе – это школы. И то, что у нас постоянно эту реформу школы проводят – это, на самом деле, есть не что иное, как его разрушать. Потому что школа, она должна быть испокон веков одинаковой. Там дают элементарные знания и ведут социализацию, которая просто стандартная во все времена там. Общество не так сильно меняется, чтобы менять условия обучения. Это глупости какие-то. Я не знаю, что там такого особенного надо реформировать, что школу постоянно только я и слышу. Там надо то реформировать, все реформировать. Что там реформировать-то? Все давно уже и так ясно. Если она остановится, то тут же упадет. Да не надо, это неправда, на самом деле. Если понимать школу как социализацию, а общество, я еще раз говорю, что не сильно меняется, то ничего не упадет. Ничего не надо менять, все нормально. Меняется сильно. Дети будут становиться взрослыми. Вопреки школе, вопреки. Как бы какая школа кривая ни была бы, как бы чему бы она ни училась, все равно станут взрослыми. И все равно войдут в эту жизнь. И если они в школе что-то недополучат, им придется все опять на собственной школе во взрослой жизни испытать. Что хорошего? Дело же не в этом. Получается, что школа либо функцию выполняет, либо нет. Э'vej не выполняет она функцию, только убивает в свободное время, никаких других функций нанесет. Все остальное между делом и слышно? Еще раз говорю, это... Первый Эг, когда проверили по математике, то там порядка... Экзамены здесь вообще не при чем, Игорь, ну то есть будет последовательным. Экзамены вообще здесь ни при чем. Ну таких экзаменов, Эг. Экзамены нет. Другие экзамены, вообще экзаменов не будет. Вообще экзаменов не будет, ничего не изменится. Я пошла бы за срав receправительную функцию не несет. Не несет. Причем здесь вообще экзамены , то экраны здесь вообще ни при чем. Экзамены это то, как проверить, не выполнять. Да это все глупости. Она не выполняет. Как будто экзамены проверяют знания. Ну, вообще нет. Ты какого-то там обалдуя научил за какое-то время нажимать на кнопку, как обезьянку. Он нажал. Ну что, давай сейчас его приведем сюда, он тебе выдаст то же самое, что... То, что ты говоришь, у него только это знание будет. Ведь знание это то, что забудется, когда... Ну вот у него и не забудут. Да я просто уверен. Потому что на самом деле знание это не то, чего ты там как обезьянка научился там нажимать. А знание это то, что как бы остается независимо от чего. И это знание на самом деле. И учить тогда я с тобой согласен. Вообще ничему не надо учить. То есть посадил в школу, пусть они сидят себе и молчат.